Каждый двор нашего города обустроен современными площадками и спортивными сооружениями. Но такого в нашем городе еще не было. Сегодня в нашем городе открылся торжественно скейт-парк, который не имеет аналогов в округе и отвечает всем требованиям безопасности. Я это проверил лично. Это не просто очередная локация для катания на скейте, велосипеде, роликах, а место встречи для тех, кому близки уличная культура, искусство, музыка, драйв и адреналин. Площадка создавалась с целью развития спортивных навыков, досуга и отдыха молодежи. Здесь можно с пользой и интересом проводить свободное время в кругу друзей. Всех экстремалов поприветствовал и поздравил глава района Сергей Маненков. Мы всегда в тренде. Президент нас, согласно нацпроектам, говорит, надо обустраивать комфортную среду. И есть сегодня нацпроект «Демография», где нас мы обязаны, постоянно занимающиеся спортом, довести до 2024 года 55%. Уверен, что это плоскостное сооружение позволит досрочно этот показатель достичь. А детям пожелаю заниматься без фанатизма и травматизма. С каждым годом количество молодежи, увлекающейся скейт-культурой, увеличивается. И тенденция эта сохраняется на протяжении многих лет. В парке установлены более 10 фигур различной величины и сложности. Рай для экстремалов. Так новый скейт-парк называют юные скейтеры и велосипедисты Белоярского. Однажды в беседе с членами общественной молодежной палаты Сергей Петрович делился своими впечатлениями от встречи со школьниками. Он спрашивал у них, как вам город, чего там может быть не хватает. И вы знаете, подавляющее большинство сказали, хотим скейт-парк. И как это заведено у главы нашего района, просьба молодого поколения была не просто услышана, а реализована. Это действительно роскошный объект для нашего города, потому что не каждый большой город может похвастаться скейт-парком. Объекты разной сложности позволяют совершенствовать свое мастерство как у опытных катающихся, так и научиться кататься начинающим. Петр Гончаров мечтает стать чемпионом скейт-райдером. Сегодня его звездный дебют, пока что в качестве рэп-исполнителя. Современный скейт-парк – это место, где могут тренироваться скейтбордисты, роллеры и велосипедисты. В день рождения города оценить новый парк смогли и профессионалы. Здорово, что у нас в Белоярском появился большой скейт-парк. Мы будем приходить на него и каждый день тренироваться. Мне оно очень нравится. Честно говоря, я не умею кататься, но обещаю, что я научусь. Скейт-парк очень разносторонний, есть памп-трек, что очень круто. Дети могут учиться кататься не отталкиваясь и сохраняют скорость. Есть очень важный аспект, не в каждом скейт-парке эта фигура есть. Все фигуры маленькие, и что хорошо для города, где скейт-парк появится впервые. То есть никто толком кататься не умеет. Скейт-парк будет двигателем прогресса. И маленькие фигуры позволят ребятам учиться. Все трюки, которые они хотят, не боясь, что фигура большая, что она их покалечит, а просто двигаться вперед. Белоярцы уверены, новый скейт-парк станет местом притяжения всех экстремалов, любителей спорта и здорового образа жизни. Возможно, здесь тренируются будущие чемпионы мира и Олимпийских игр. Ведь этот вид спорта с 2020 года станет Олимпийским. Александр Барков, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.